Врачи-хирурги отделения сосудистой хирургии университетской клиники КФУ под руководством заведующего Владимира Луканихина прооперировали пациента с опухолевым поражением, а именно в области бифуркации сонной артерии. Она отделалась около двух часов, эта операция. Уникальность в том, что это очень редкое поражение, такое опухолевое поражение, именно бифуркация сонной артерии и со всеми вытекающими последствиями. Опухоль, в принципе, она доброкачественная, но процентов в 10 она малигнизируется, то есть становится злокачественной, и тогда уже, как бы сказать, последствия другие. В больницу женщина обратилась с обычным обследованием, вследствие чего специалисты обнаружили химодектому – опухоль гломуса, небольшой железы, которая располагается на сонной артерии. Более детальное обследование показало, что опухоль диаметром 2,5 см прилегает к сонным артериям. Сейчас уже шов более такой приличный, нормальный, сказали, то что, ну, где-то, наверное, ну, может, месяц там, но шов все равно, конечно, останется. Но сейчас вот я, например, шею могу двигать в разные стороны, как бы меня это уже не так беспокоит. Сложность лечения химодектома заключается в том, что она прорастает в артерии, нервы и сосуды. Поэтому во время операции хирургам не всегда удается их сохранить, что может привести к травме черепно-мозговых нервов. Хирурги университетской клиники смогли удалить опухоль без серьезных последствий. Операция прошла с минимальной кровопотери. Пациентка выписана и чувствует себя хорошо. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс.